Вот, и тема... Вот сейчас в чате там поднимается тема религии, допустим. Я не знаю, вот как вы относитесь, допустим, к религии, как вы относитесь к вот этому святому писанию, насколько там правда и вообще что считать правдой, и как, самое главное, интерпретировать эту правду. Потому что написано там, может быть, да, то, что и было, но стоит ли повторять это? Вопрос. Стоит ли повторять то, что было в Библии, или лучше сделать по-своему? Лучше. Может быть, оно и написано только для того, чтобы ты посмотрел, но сделал получше. И вы понимаете, я, конечно, здесь предвзят. У меня есть четкая позиция на эту тему. Изучаем все, что только захочется, но делаем свое. Если вы решили, что нужно делать, как говорил там любой из вот этих святых, любой, вот прям так и никак иначе. Вопросики возникают. У меня возникают вопросики. А у вас? Потому что, если Иисус такой умный, если Иисус такой прошаренный, что же попался он тогда Понти Пилату и так быстро? Так ведь было, да? Что-то так себе он провел, ну, как бы, свою жизнь. Другое дело, говорят, что это Бог все специально сделал. Какая-то история не самая веселая. Можно было бы и повеселее придумать. Да, Бог? Да, Федя? У вас же там есть уроки религиозности в школе? Основая духовная основа Дунканаэра. Иди сюда. Иди хоть покажись народу. Смотрите, какой, а? Подстригли его, ходит довольный. Сегодня что? Уроки. Сегодня что получил? Сегодня пять и пять по истории. По истории пять. Молодец. Ну и что у вас там? Рассказывай. Дунканаэр — это основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Что вы там изучаете? Мы там изучаем всяких... Ты такой, знаешь, как в школе. Рассказывай просто. Вот такой вот микрофон. Да, мы там изучаем всяких каких-то героев, богатырей каких-то там. Короче, всякая религия. А что, ты говоришь, всякая религия? Что конкретно? Ну, всякая религия. Какую религию вы изучали? Пока что никакую. Короче, я думаю, что все всё прекрасно понимают. И учителя в том числе. Не думаю, что здесь стоит беспокоиться. Как знаешь, вот многие люди... Всё, иди делай уроки. Если будет прям сильно что-то непонятно, можешь обращаться, и я тебе скажу, где искать ответы. Потому что, скорее всего, не у меня. Люди очень переживают, что их детей в школе научат чему-то не тому. Да, там, ой, сейчас как обернут моего бедненького сыночка или бедненькую дочурку в какую-то там бесовскую религию. Ай-яй-яй. Так, камон, если у тебя в семье, ну, или при общении с ребёнком, ну, если кто-то в школе может вот так вот обернуть твоего ребёнка, ну, это проблемы не там, а проблемы у тебя. Это сто процентов. Над этим нужно работать, над своим авторитетом. Потому что, ну, я не знаю, мне точно нечего бояться. А тема религии меня всегда очень сильно интересовала. Я в своё время увлекался именно научным атеизмом. Состоял во... Вот во ВКонтакте есть такая социальная сеть, если вы ещё не забыли. Есть такая... Так, это я уже сказал. Есть такая социальная сеть ВКонтакте, да. Я там с 2007 года состоял, ну, в разных религиозных группах. Ты что-то хочешь? Ты давай это самое. Смотрите, тут в упражнении написано, вот, стал он кликать. И что? Да ничего, просто... Просто показал. Молодец. Давай, вот смотри, ты сейчас... Я тебя попросил рассказать, да? Если что, я к тебе обращусь. Но пока не прерывай мне мысль, а то я ничего сам не дорасскажу. Окей? Давай, сиди у себя, реши всё как надо. Так вот. Религиозно, да. И у меня было... Ну, как бы так... Времена были такие, что... Бывало, что я целый день просто залипал в разных вот этих группах. Тогда они не назывались сообщества, тогда они назывались прям какие-то там то ли группы, то ли что-то. Не помню, короче, как они назывались, но назывались. И мне было очень интересно и классно, когда в группы приходил какой-нибудь товарищ, который прям, ну, сильно верующий, и пытался нормально поговорить. Нормально поговорить. И все с ним нормально разговаривали. Вот. В итоге он, как правило, психовал и убегал. Ну, как бы, говорит, вы все здесь бесы будете гореть в гиене огненной. Почему? Объясни, почему? Там, вплоть до того, что... Почему ты говоришь, дьявол плохой? Да, плохой. Почему он тогда за плохие поступки наказывает? Потому что плохой человек приветствует... Человек плохое сущее должно приветствовать плохие поступки, наказывать должен Бог за плохие поступки, а не дьявол. Либо тогда, получается, дьявол это просто слуга Бога, и при том один из самых преданных. Чего тогда вы о нем так плохо говорите? Это такие, знаешь, логичные штучки, которые, ну, ты вкидываешь просто человеку, он такой, так, стоп, мир рушится. Я вообще-то... Мы ненавидели этого ублюдка-дьявола и любили Бога. Все было четко и ясно. Бабушка рассказала, и мы теперь просто вот так живем. Дальше начинаются логичные вопросы, и тебе не нравится рушить свои представления о мире, потому что приходится что-то менять. А люди не очень-то любят что-то менять. Не знаю почему. Я не знаю почему. Ну, менять это же так круто. Это не скучно. Сегодня так, завтра так. Клево выговорился на эту тему. Но я не против. Если человеку очень нравится вот ходить там, поклоняться церкви, приносить. Смотрите, это очень хорошо действует на подсознание. Ты, допустим, даешь пожертвование в церковь и ожидаешь, что тебе будет благо, хорошо. Ты не просто ожидаешь, ты всей кожей в это веришь. И, по сути, так приходит. Ну, то есть, чем искренней ты веришь в то или иное событие, ну, не то что событие, а вот суть в какую-то, тем наиболее вероятно она с тобой произойдет. Продолжение следует...